Здравствуйте уважаемые друзья. Олимпийские игры во Франции находятся без преувеличения под большой угрозой. Накануне стало известно о том, что ряд парижских профсоюзов готовят бойкоты во время старта Олимпийских игр, в числе которых есть и профсоюзы работников столичных аэропортов, которые грозят закрыть воздушное пространство в первый день открытия Олимпийских игр. Тем временем западные информационные агентства, хоть и не являются сторонниками всего российского, отмечают тот факт, что многие олимпийские дисциплины, где россияне на протяжении многих лет были беззаговорочными фаворитами, потеряли спортивный интерес, и их можно исключать из Олимпиады, в случае если российские спортсмены в скором времени не вернутся в эти самые дисциплины. Параллельно с этим легендарный американский боец, обвиняя Олимпийский комитет в том, что они превратили Олимпиаду в предмет торговли, призвал Россию и другие страны создать альтернативу Олимпийским играм. Об этих интригующих и сенсационных новостях, в нашем сегодняшнем обзоре. Ну а чтобы больше людей узнало об этом, и мы в свою очередь также смогли повлиять на ситуацию, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. Накануне Олимпийских игр несколько профсоюзов группы Аэропорты Парижа, которые управляют главными пассажирскими аэропортами Франции, пригрозили проведением забастовок. Акция должна состояться за день до старта Олимпиады и может отразиться на участниках и гостях игр. Обе воздушные гавани в общей сложности ежедневно принимают около 350 тысяч пассажиров. Профсоюзы требуют от работодателей Олимпийских бонусов для всего персонала, а не только для тех, кто мобилизован в жаркие дни Олимпиады и Паралимпиады с 8 июля по 15 сентября. Франция самая продвинутая страна мира в плане борьбы наемных работников за свои права. Различные стычки, забастовки и профсоюзные выступления проходят здесь буквально еженедельно. Законодательство это не запрещает, хотя от действий бузатеров порой страдают миллионы ни в чем не повинных людей. Не было никаких сомнений в том, что накануне Олимпиады профсоюзы начнут шантажировать своих боссов прекращением работы в самый неподходящий момент. Власти уже были вынуждены пойти навстречу мусорщикам и сотрудникам железнодорожных компаний. Теперь пришла очередь работников аэропортов. Международное информационное агентство Reuters, к сожалению, заявило о том, что во многих дисциплинах, где Россия была безоговорочным фаворитом, соревнования потеряли всякий интерес. В частности, агентство отметило, что отсутствие сборной России на соревнованиях Олимпиады по синхронному плаванию – это сейсмический сдвиг. Накануне информационное агентство выпустило статью, в которой анализировало изменения в синхронном плавании накануне Олимпиады. В агентстве отметили, что Россия брала золото как в командных соревнованиях, так и в парных соревнованиях на каждой из последних шести Олимпиад. То есть почти 25 лет Россия постоянно забирала золотые медали. Эта удивительная серия началась с Олимпиады 2000 года в Сиднее, но, увы, закончится во Франции по причине несправедливого недопуска России, написали в агентстве. Также в агентстве отметили аналогичные успехи российских фехтовальщиков, борцов, дзюдоистов, гимнастов и многих других дисциплинах. Где Россия являлась лидером на протяжении долгих лет, в свою очередь сами российские спортсмены, рассказали почему они отказались от Олимпийских игр. Изначально решение было принято Президиумом Федерации, но затем мы провели заседание со спортсменами, где они самостоятельно приняли решение, высказав нашу позицию по отказу. Мы гордимся тем, что у нас есть понимание, и спортсмены придерживаются такой точки зрения. Изначально мы заявили, что действуем в интересах спорта и дружбы, и до последнего момента мы верили, что нам разрешат участвовать при нормальных условиях. Однако мы также сказали, что не будем переходить красную линию и не будем подписывать декларации по несогласию с политикой нашей страны. Тем временем легендарный американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе Джефф Монсон, высказал мнение о проведении альтернативных Олимпийским играм турниров. Рано или поздно все встанет на свои места, и ответственные за действия и решения против российского спорта и России понесут свое заслуженное наказание. Но сейчас нельзя стоять на месте, нужно развивать альтернативные соревнования. Убежден, что многие страны поддержат это развитие. Не всем нравится участвовать в прозападных турнирах, зависеть от политических решений, двойных стандартов, да еще и платить за это членские взносы. Уже сейчас мы можем наблюдать, как многие страны хотят альтернативы, и эту альтернативу нужно создать совместными усилиями, сказал легендарный боец. Согласны ли вы с мнением Джеффа Монсона, и как вы считаете, нужно ли несогласным странам объединиться и создать альтернативу Олимпийским играм? Поделитесь вашими мнениями в комментариях. Продолжение следует...